Итак, как мы будем действовать, раз мы не решили, как мы будем распределять препарат. Сначала мы придаем упор в голове пациента и начинаем введение с центральных точек. Я не сжимаю в складку, я фиксирую ткань для того, чтобы именно сохранить проекцию. Все готово. Я буду вкалывать вдох, чтобы поры почем было. Видосоги кости. Чувствуете? Пальчиком я фиксирую, соответственно, вознаграю. И потихонечку. Я ввела туда 0,25. Но, по большому счету, это с добавочными. Я ввела туда, как я хотела, 0,2. В соседний по 0,1 и в крайний по 0,05. В итоге получается у нас сколько? 0,5 миллилитра. И затем при необходимости, учитывая, что у нас асимметрия, я оставила препарат еще с запасом, чтобы у меня хотя бы чуть-чуть осталось. Если что, я могу вернуться на эту сторону и довести туда, куда можно. Кожа плотная, соответственно, игла может не так легко входить в пациента. А вы можете прям, как я, подвкручиваем. Крижа такой, да? 0,1. Можно сейчас, но насколько это видно через разметку, да? 0,5 миллилитров все равно. Вот посмотреть, как натянулась мясогубная складка, как у нас оформилась кула. И самое главное, то, что видно, с ракурса 3 четверти сгладилась вот эта насощущая образца. А она еще будет распределяться, да, потом? То есть эффект моментальный, да? Разминать не надо, да? Препараты принцесс, вспоминаем, что мы говорили вчера, не разминаются. Да, что у нас все равно. Это всего 1 миллилитр. Всего 1 миллилитр, да? Не больше 0 миллилитра. Ну, вам... И теперь, кстати, вот Елене, нужно сделать и вот то, что вы назвали заломом, набугали Елену, да? Вот этот переход из скуловой в щечную скуловую и даже в ментальную область, да? Вот это все, вот этот участок проработать в калюле. Выровнять просто и сделать плавную. Редактор субтитров А.Семкин